Встретил сегодня бездомного. Дал ему поесть и переночевать у себя. Взамен он дал мне, мать его, меч. Вот это я понимаю, квест. Кто-то пишет, пойду искать бомжа. Он был просто НПС-ом. Как думаете, я похож на СиДжей из ГТА Сан-Андреас? Кто-то пишет, блин, мужик, я сначала даже не понял, где игра, где твоя фотка. Когда всем врал про пушистую кость, но стрижка расставила всё на свои места. Твари, говорит котяра, ну и ладно, подумаешь толстый, ничего, сойдёт. Так даже милее. В Госдуму внесли законопроект, который снизит возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет. Наконец-то малолетние живодёры получат по заслугам. Да, не надо над животными издеваться. А то вы в тюрячку пойдёте. Пятая годовщина ипотеки. Кто-то пишет, полные пакеты приправ сыпят, а ведь можно и на другие блюда оставить было. Мажоры. Не свечку потушите, воск дорогой. Хотя потом можно переплавить. Сергей Шнуров стал ведущим шоу Форт Бояр. Ради такого даже включу телевизор, которому не подходил пару лет. Забавный факт. Если всех людей выстроить цепочку по экватору, большинство из них утонут. Да пишет. Если бы мне в школах так преподавали географию, то я был бы отличником. Ну вообще-то да, логично как бы. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Макс. В ролике у нас с вами будут мемасы. А ещё я пишу книжки. В жанре фантастика. Фантастика ужаса. Продаюсь в магазинах «Читай город». Буквоед. Если вы в Питере живёте где-нибудь. Лабиринт. Книжный лабиринт. Также есть в Украине, в Казахстане, в Беларуси. Ссылки в описании. Любите фантастику? Ознакомьтесь по ссылочке с моим творчеством литературным. Вот такие домики в Британии строят для бездомных. Кто-то пишет. Приятные вам ипотеки. А я в Британию бомжевать. У бомжей самые большие дома. Ведь они живут на улице. Кто-то пишет. Мы к ним в гости ходим каждый день. Самый милый отзыв в интернете. Шуваев Александр. Пишет Светлана. Муж стрижётся у Александра. Не из-за того, что он наш сын. А потому что Саша отличный мастер. Сынуля, ты молодец. Мама. О да. Блин, чем-то Шуваев Александр Леонар Ди Капри напоминает. Отдалённо. Вам не кажется так? Когда кот тебя явно не любит. Скажи спасибо, что он туда не насрал. Когда зачесалась верхняя губа. А ты сидишь в парикмахерской, к примеру. Поехал на лето к бабушке. Был человеком. Вернулась вот эта вот. Давай быстрее, пока телепорт открыт. Нифига тебе, как прикольный дождик идёт. Мой первый миллион. Подорожников. Нет, это не подорожники. Это что-то другое. Моя бабушка связала нашему боксёру сигару. Чтобы он был похож на плохого мальчика. Не, он всё равно хороший. Спасибо, хозяин. Купил, блин. Странно, что котейка не залез в маленькую коробочку. Точнее, что я говорю, не залез. Конечно же, не затёк. Ведь все мы знаем, да. Я так и знал, что. Уже видел где-то это выражение лица. Кто-то пишет, это что надо было такого сделать, чтобы так обидеть хорошего мальчика? Бездушная скотина. Папа пишет. Я съел твои котлеты. Скажи маме, что ты не хотела. Я мечтал о них целый день, думает, наверное, дочка. Ну ладно. Впервые пробую ежевику. Кто-то пишет. Действительно смешно. Дурачок не понимает, что это вообще-то марокканские огурцы. Какие огурцы? Это маленькие арбузики. Мужчина упал в Ниагарский водопад, но делался испугом. Канадец, имя которого не называют, упал в Ниагарский водопад. Но почти не пострадал. По сообщению полиции, он сорвался с ограждения водопада под Кова. Одного из трёх водопадов Ниагарского комплекса. Пролетел 51 метр и скрылся под водой. Спасатели уже не надеялись видеть мужчину живым, но затем заметили его сидящим на камнях у берега Ниагары. Он сильно замёрз. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Мужчина не получил никаких травм. Кто-то пишет. Обделался испугом. Братюня приехал. Ой, ну нахрен. Часто внешность бывает обманчива. Блин, какая мерзкая. Червяк поганый. Я презираю людей, держащих собак, для самообороны. А не трусы, у которых не хватает духа кусать прохожих самостоятельно. И гавкать на них. И обоссать чужую машину. В 13-е я сказала маме, что хочу синие волосы. Она купила краску. Даже сама меня покрасила. Когда мои волосы стали цвета болота, я пришла к маме и спросила, что делать. Тогда она сказала, что так будет всегда. Если хочешь делать фигню, будь готова к последствиям. Интересно, сейчас люди ходят с синими волосами. Что-то я редко такое вижу. Мне кажется, это уже вышло из моды. Раньше часто видел подростков с синими волосами. Ну, возьми на ручки, а? Симба, отвали. Зеленский официально открыл Чернобыль для туристов. 35-летний фанат из Сталкера. Кстати, да, что если Мстители появились в результате облучения в зоне? Не думали об этом? Смешать Сталкера и Мстителей, прикиньте, как было бы круто. Мария, 21 год. Люблю копать картошку. Ищу мужчину с собственными трактором. Желательно Джон Дир и комбайном. Желательно Гримми СВ-260. Чтобы копать картошки. Картошки. Ну, типа много картошек. Или там буква У, непонятно. Короче, она хочет познакомиться с мужчиной с тракторами. На словах-то Лев Толстой надели татуировка. Что? Предствую, а сколько у вас татуировка стоит? Привет, смотря какая. Зависит от эскиза и размера. Ну, на руке, где от кисти и до локтя. Да, есть эскиз. Что это? Ну, рисунок, какую тату надо сделать. Льва. Толстого? Поменьше размером, но прилично, чтобы видно было. Чувак подумал, что у него спрашивают льва толстого. Татуировку. А ещё он не знает слово эскиз. Но зато он хочет быть крутым, как Лев. Толстой, почти. Забавно. К изобретению магнетрона, с помощью которого мы греем еду в микроволновке, приложил руку чувак с фамилией Грейнахер. Грейнахер. Грейнахер, фамилия. Грейнахер. Понимаете, я культурно, цивильно выражаюсь. Это просто фамилия. Грейнахер. Грейнахер. Так классно это говорить, слушайте. Просто фамилия. Как Шумахер. Открыл, корми. Я так тут же... Нет, он такой, открыл, только хочет... Даже фразу не договорил, только хочет сказать, открыл, и тут же бак закрываешь. Вот так надо сделать. Хорошо, а теперь я преврекусь вот здесь. Но тут же нельзя. А сейчас, сынок, я покажу тебе кнопку всемогущества и кнопку благодарности других водителей. В Белгородском районе на российско-украинской границе поймали нигерейцев, пытающихся попасть в Украину из Белоруссии. Вёл их двадцатилетний цыганёнок, когда пишет, в этой новости прекрасно абсолютно всё. Смотрите, какие у них грустные выражения лиц. Они такие, ну блин, ну простите нас. Можно мы пойдём? Самое необходимое взял в отпуск. Блин, как она поместилась туда. Привет, Сири. Какая сегодня погода? Сегодня снова целый день будет идти дождь. Ммм... Тут нужно вставить крик мужика на фоне гор, старого этого ковбоя в шляпе. Да я не хочу исполнять, пытаться, да. Британские инженеры создали робота, способного распознавать созревшие кочаны салата и аккуратно срезать их. Аккуратнее там работаем парни, говорит, видимо, самый главный из роботов добрых. Кто-то пишет, сначала кочаны, потом сальческие головы. Точно. Лучшая проверка лидерских качеств у ребёнка это отвезти его на дачу и посмотреть, это он гоняется за гусями или гуси за ним. Кардинальное отличие мужчин от женщин в том, что если женщина говорит, понюхай это, то это обычно приятно пахнет. А когда мужчина говорит, понюхает, он ржёт, и ладно, окей. Адская жара, бесконечные дожди. Нажимай эту кнопку. Вы уверены, что хотите довести человечество? Да. Ненавижу это чувство, когда через час после спора в голову начинает приходить та умная хрень, которую я мог сказать. Да так у всех это нормально. Вообще у нас с вами внутри гораздо больше, чем снаружи, то бишь мы мыслим гораздо масштабнее и глубже, чем можем высказать и выразить. Так что если у вас не сюда получается подобрать нужные слова, это не значит, что вы тупой. Просто мыслей больше и они сложнее, чем возможность высказаться. Вот даже сейчас я тоже что-то запинаюсь тут сижу. Да и пофиг. Когда на свадьбе тебе нужно говорить поздравление другу, которого ждёт семейная жизнь, и который больше не будет с тобой бегать от голубей в костюме хлеба, не будет нас проловить качели зубами, ничего себе, не придёт вытаскивать тебя из тюрьмы за драку с кустом черешни, и не пойдёт с тобой охотиться на мутировавшие в холодильнике пирожок с мясом. Что я сейчас прочитал? Вы тоже этим занимаетесь? Я настолько стар, что помню это. Кто-то пишет, я настолько стар, что использовал это. Кто-то ещё пишет. Паша Огурец пишет. Я настолько стар, что мама мне это не купила. Это же ПСП вторая. Я помню, мы за ней на горбушку ездили с другом. Круговорот жизни в действии. Кто-нибудь в курсе, это череп какого животного? Кто-то пишет, я не эксперт, но кажется мёртвого. Да, действительно. Кажется, машинку лучше не открывать. Прикиньте, открываешь, она просто выстреливает и сшибает тебя. Семья. Когда же мы услышим в нашем доме топот маленьких ножек? Паук в ванной. Однозначно лучшее объявление о сдаче квартиры, что я когда-либо видел. А простите, медведь там тоже будет жить? Или как? Просто это было бы не очень уютно. Если он ещё и ходит, а ещё если учесть, что это какой-то, блин, непонятный мужик в хостюме медведя. Отличное место. Было бы прикольно, если бы рядом ещё и трупы бы лежали. Я слежу за тобой. Котёнок нужен? 15 тысяч рублей. Сфинкс. Адам котёнка в хорошие руки. Очаровашка. Кладку приучен. Ссать по углам будете вы. Друзья, хотели бы себе кошку сфинкса? Я, на самом деле, не хотел бы, потому что, блин, ну, пушистенько как-то поприятнее, что ли. Зато это креативное очень, да. Офис Майкрософт. В России. Смотрите, сосульки вон висят. На такой чисто русской трубе. Жёлтой. Газовой. Читеры. Ни хрена себе. Что за технология такая? Это где такое? В какой стране так делают? Самая длинная прогулка по версии Google Maps. 21212 километров. Можно пройти за год, если идти по 12 часов в день. Когда пишут, норм, можно так прогуляться по Сирии и по Центральной Африке. Там сейчас прям туристический сезон. Да, очень круто. Главное, чтобы не нарваться на льва. То есть, это реально проход, как бы, там, без отруднений. Ты можешь идти по дорогам. Форест Гам бегал, я помню, через штаты. Смог бы он вот так пробежать, интересно. Слушайте, а прикиньте, я включу эфир прямой, стрим. И, короче, пойду от Владивостока до Кейптауна. Сколько я подписчиков за этот год соберу, интересно. Хозяин этого заведения явно креативный человек. Когда думал, что нашёл свой жизненный путь. Кто-то пишет, когда идёшь по гугл-карте. Неразгаданные загадки. Гибель Титаника. Тунгусский метеорит. Бермудский треугольник. Куда делась пол-лета, да. Главное, верить в себя. Хочу иметь такую же большую надежду, как у чувака, который пытается заводить эту машину. Почему ты постоянно откладываешь всё на последний момент? Ты безответственная. Нет, я специально откладываю всё на потом. Потому что к этому моменту я буду старше и мудрее. Она гениальна просто. Вы поняли, что надо отвечать людям, если вам говорят, типа, чё ты? Чё ты? А ты им так, а вот чё. Напишите самую печальную историю, которую можете придумать в четырёх словах. Пришёл домой, еды нет. Ммм, ну да. Я оставил своих желейных мишек летом в машине. Когда я вернулся, они превратились в сахарную трясину. Их индивидуальные сущности растворились в небытие, преобразованном пустотой в единое сознание. Ни отдельного существования, ни уникального вкуса, только единое проявление бесформенной липкости. Это Конфуций оставил своих мишек в машине и такой, увидел их растаявших и такой, сделаю-ка я вывод из этой ситуации. Высота 3900. Эльбрус. Это пишет. И нахрена ты туда притащил? Как, она ни разу не видела горы? Ни разу не каталась на лыжах? В Японии собрали робота-баскетболиста, который бросает мяч в кольцо, точнее, чем профессиональный спортсмен. А чтобы окончательно ударить по самолюбию баскетболистов, робот попал в корзину 2020 раз подряд. Пакет. 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 Эээ, пакет, да. Суровая реальность. Может быть, он там тоже рисует. Или, может быть, он вот это вот всё сейчас наигрался, нарисовался, ему дали полчасика посмотреть по планшету мультики. Сказочный учёный. Сторонник теории плоской земли потратил 20 тысяч долларов, чтобы доказать, что земля плоская. Но в итоге доказал обратное. Ошибка. Успех. Мне кажется, он просто решил затроллить сторонников земли, такой типа, чуваки, да я на вашей стороне, и смотрите, даже я, даже я передумал и верю, что теперь, что земля круглая. Может быть, и вы тоже перестанете быть дебилами? Вам больше 18 лет? Да. Если вам больше 18 лет, объясните, почему? Всё началось с того, что я родился. И прошло 18 лет. Времена меняются. 1979 год. Мужик сделал предложение. Залез в окно с цветами. Исписал весь двор. Написал песню. Победил в войне. Женщина согласилась. 2019 год. Женщина намекнула. Сказала прямо. Подралась с ним. Начала шантажировать. Похитила сестру. Зажала ему пальцы в дверь. Мужик сделал ей предложение. Когда убрал пароль с Wi-Fi. И переименовал его в «Принесите печеньки в квартиру 148». Ну а что, зато теперь тебе будет неиссяканный поток печенек. С письмами благодарности. Зато пузо удобно чесать. Или ущипнуть его, чтобы он вверх подскочил. Шутка. Наглость. Второе счастье. А прикиньте, собака тоже спит на ком-нибудь. На хомяке. Самый эпичный кадр. Главное, чтобы тачка назад не поехала. Резко. А то глаза ещё больше вылезут. Кот. Тут такое случилось. А, ты не поверишь. Я. Что? Кот. Ты офигеешь, пошли покажу. Я. Иду за котом. Я. И что? Кот. Еда исчезла, вот что. Обычные люди спокойно берут незнакомые номера. Восьмое целетнее я. Я, кстати, тоже не подхожу к незнакомым номерам. Потому что я знаю, что никто ничего хорошего мне не скажет. Обычно, если мне звонят, то кому-то что-то от меня нужно. Или я кому-то что-то должен. Поэтому, нафиг. Так и сон слаще. Компьютерные игры действительно очень влияют на психику. В детстве я много играл в игры в жанре поиск предметов. И теперь дом у меня такой срач, что поиск предметов я играю каждое долбанное утро. Кто-то пишет, я играл в тетрис. Постоянно в экстренном порядке запихиваю в рюкзак количество вещей, которые он вместить не способен. Теперь главное не пускать сюда кота. Вообще никого не пускать. Детей тоже не пускай. И два часа стоишь такой. Жду, когда маман наговорится по телефону, чтобы что-то у неё спросить. Ну шо там, когда уже? Да ты просто за и скажи, мама, блин. Скажи тому упырю или кому-то там, с кем ты там базаришь, что ты должна отвлечься. И всё. Правда, не факт, что потом тебе еще за это не дадут. Зато ты, возможно, успеешь спросить. Недавно я понял одну офигенную вещь. Хочешь кино, а никто не хочет? Иди один. Хочешь на концерт, никто не хочет? Иди один. Хочешь кафешку, но не с кем? Иди один. Блин, это же самая крутая компания. Я и я. Как понять, я и я? Просто я. Или ты сам с собой? Ну то есть, ты сам с собой общаешься, там сидишь. Думаешь, что вас двое. Мальчик, 2001 года рождения. Что ты хочешь от меня? Спеть тебе песен фабрики звезд твоего года выпуска? Показать накопления на книжки? Научить патчами пользоваться? Иди играй с ребятами, не трогай тётю. Да. Капец, уже 2020 скоро, господи. Какой дизайн ванной комнаты вы хотите? Я обожаю котиков и Джона Леннона. Ни слова больше. Ну, мне не верно, что все помнят Джона Леннона, потому что эта музыка даже не моей молодости. Хотя я сейчас не очень-то и старый, я средний, наверное. Надеюсь. Хочу вот верить. Ай, ладно. Я открываю холодильник. Мой кот. Ну, типа я изобразил летящий быстро самолёт, да. Теперь я счастлива. Виктория Боня после голодания наелась плова и чебуреков. Несите плов и чебуреки, я готов становиться счастливым. Кто-то пишет новости, которые мы заслужили. Это кота зовут Виктория Боня? Или это та Виктория Боня, которая 30 лет назад была в Доме 2? Про которую, скорее всего, сейчас вообще никто не знает. В титрах новой Годзиллы Годзиллу указали в роли самой себя. Родное рычание. Великий актёр. А вы думали, это компьютерная графика? Как бы не так. Годзилла играет сама себя. Это, по-моему, называется камео, когда кто-то играет сам себя. Новость дня. В Москве зарегистрирован 4-х миллионный незарегистрированный приезжий. И это только из зарегистрированных незарегистрированных. Боже, что? Круто. Вот это прикольная новость, и правда. Хотел придать своему коту няшности. Как думаете, получилось? Мне кажется, любой лысый кот породы сфинкс будет няшный, как ни наряди его. Возможно. Но это точно не точно. Это что-то новенькое. Ох, ни хрена себе. Блин, а прикиньте, в будущем таки появятся ретро-приблуды, которые можно вот так вот надевать, и у тебя получается очень так креативненько всё это. И необычно. Мужчина из Финляндии рассказал о том, что его поразило в суперкомпьютере рядом с домом. Ой. Что я говорю? В супермаркете рядом с домом. В магазин зашла незрячая женщина с собакой и поводырём. Встала у кассы. Продавец сразу по рации запросил второго продавца для спецобслуживания. Прошло максимум пару минут. Вышла девушка, спросила для начала, что интересует, и повела по рядам, комментируя, что, где и сколько стоит. Такая забота об инвалидах должна быть в порядке вещей в каждой стране и в каждом городе. Считаем, что это нужно закрепить на законодательном уровне. Ммм, да, ставьте лайк, если вы тоже так считаете. Когда встретил на улице офигенного кота. Кто-то пишет. Так, вот зачем камни бесконечности, чтобы бесконечно гладить котика. Я художник, и я так вижу. Ух, ничего себе. И правда, теперь я тоже так вижу. Выкрутилась. Ты подготовилась к тесту на завтра? Да. А если я проверю? Проверяй. Что закончилось в 1986 году? 1985 год. По-моему, я где-то уже такой видел. Только немножко в другой обработке. Мемный. 1-0 в пользу эскалатора. Эээ, как так? Без крови, а хотя и кровь на всё всосала туда. Ну, в смысле, женщину. У меня, видите, какие сразу мысли страшные? Это эскалатор пилы. Мы тут это, пазлы собираем. Я с Питера, а ты? С города любви. Сочи, что ли? Кислоуоцк. Отошли от мамы, сволочи. Ой. Отошли от маш... Отошли от машины. А на Западе все думают, что у нас медведи по улицам ходят. Наивные. По домам медведи сидят. Тараканы эволюционируют до такой степени, что их становится почти невозможно убить. Но, естественно, выявил тараканов, родившихся с иммунитетом к ядам. Тапочек говорит, ты бросаешь мне вызов. Не, потом тараканы эволюционируют, будут такие плоские, как клещи, которого не прихлопнешь. И даже тапочком его не убить будет. Отличный косплей. Котэ пишет, еще раз убеждаю, что все гениальное просто. Как выжить при встрече с медведем? Я где-то видел прикол, что если на вас нападает медведь, и вы бежите, то нужно, убегая от медведя, начать потихонечку гнить. Потому что медведи не любят гнилое мясо. Да, вот такая вот смешная шутка. Но кубики Лего тоже подойдут. Мой брат, несмотря на то, что у него синдром Дауна, получил сегодня свою первую работу. Не могу описать, как я им горжусь. Котэ пишет, даже Дауна нашел работу, а ты нет. Ну а чё, на самом деле Дауны могут много чем заниматься, зря вы так думаете, типа они ничего не способны. Они могут поварами работать, могут им мозаики собирать, рисовать. На самом деле дохрена работы, которые они могут выполнять. Как и аутисты тоже. Июнь, заканчивается. Я. Ну и как это понимать? Йок-макарёк. Господи, какое доброе безобидное ругательство. Йок-макарёк. А на самом деле в душе думаешь, да блин, да сука, ну вы поняли. Копирайтинг. Как не съесть собаку? И у неё, смотрите, уже... Ну было бы прикольно, если бы у неё в ухо собаки уже во рту было. Она такая жуёт, и только собачье уши читает эту книгу. А вон наверху в отражении видно чувака, который, видимо, её фоткает сейчас. Блин, или кто-то её ещё фоткает, или что это такое? Как будто телефон держит над ней, мне, наверное, кажется. Когда открыл бутылку, а другие не смогли. Не буду жить уже про пакеты, которые ты помогла нести маме. Или банку отвинтил там с огурцами для мамы. Ну или, в общем, чё-нибудь для мамы. Вот как нужно извиняться. Прости, любимая. Это что? Это что-то похоже на Сквидверда, смотрите. Просто ненавижу, когда старая одежда рвётся, и надо идти покупать новую. Эти магазины меня ужасно выматывают. Почему нельзя просто убить какую-нибудь корыцу на улице, чтобы из неё выпал новый шмот? А ты пробовал? Вот скажи мне. Ты же не пробовал. Может быть и можно. А если убить какого-нибудь босса здорового, оттуда вообще может выпасть, блин, чем-нибудь из набора? В Москве неизвестный положил себе на карты полмиллиона рублей сувенирными купюрами банка приколов. Кто-то пишет, я тоже хочу быть таким же неизвестным. Мне кажется, не проканает. Я помню, чувака рассказывали, который брал 10 купюр пятитысячных, разрезал их, как-то склеивал, и из 10 купюр у него получалось 11 купюр пятитысячных. И он клад себе в банкоматы их. И в итоге через какое-то время там пару недель на такие махинации дела, его в тюрьму посадили. Поэтому не пытайтесь мошенничать. Существует куча способов зарабатывания денег честным трудом. Своим умом, трудолюбием и желанием что-либо делать. Главное не бояться пробовать и искать себя. Когда спустя годы придумал ответ, который тогда бы полностью изменил твою судьбу. Кто-то пишет, в смысле? Готовы ли вы взять её в жёны? Нет. Так, что тут разрушать? Тут и так всё разрушено. Это же капец, как вы тут живёте. Офигевает по-годзильски. Так, я не понял, а сейчас что, выходит Фью с Годзиллой новый какой-то? Или что? Я что-то не видел никаких афиш, ни реклам, ничего, ну что-то мемы с Годзиллой пошли. Папа, я решил бросить учёбу. Тогда запомни одно, сын. Что? Свободная касса. Надо произносить с улыбкой. Мам, мне не нравится быть взрослой. Ну, я же предупреждала. Помнишь, ты как-то мне сказала, что ты принесла меня в этот мир и так же сможешь забрать. Забери, плиз. Катя, ты съехала от нас 4 часа назад и живёшь в соседнем подъезде. Банковская карта с индивидуальным дизайном, которую мы заслужили. Дорогу. Виза. Слушайте, а реально можно сделать себе карту с твоим дизайном? Это было прикольно. Я бы свою аватарку бы налепил, например. Было бы очень интересно, наверное. Пошёл ночью выкидывать мусор. А там? Так можно и в штаны наложить. Это что? Это что, лев, что ли, сидит? Ой, тигр? Чёрт, нет, это, наверное, какое-то чучело. Нихрена не видно, что это такое. Коротко обо мне. Толстый и очень обаятельный. Немного вырос. Смотрите, он до сих пор у него в кофте. Птица героически спасает водителя от штрафа. По-моему, сыра можно добавить куда угодно и будет вкусно. Макароны с сыром, рис с сыром, картофель с сыром, гречка с сыром, мясо с сыром, хлеб с сыром, сыр с сыром, сыр с сыром, сыр с сыром с сыром. Когда ты гуглишь свои симптомы и узнаёшь, что умер шесть минут назад. Не надо гуглить свои симптомы, я это уже не раз говорил, это бесполезно, это, блин, это только себя расстраивать. Общезнание, всероссийская проверочная работа. Как вы думаете, почему наши государства заботятся о том, чтобы все дети могли учиться? Отвечает шестиклассник. Чтобы потом их забрать на работу, сделать из них рабов, забрать последние деньги налогами, говорит шестиклассник. Мальчик, ещё даже школу не закончил, а уже чертовски прав. Вымерший однажды вид птиц восстал из мёртвых. Речь о птице кавьюеров-пастушек. Этого вида на нашей планете не было уже больше сотни тысяч лет. Воскрешение произошло благодаря явлению итеративной эволюции, то есть развитии одного и того же вида из одинакового предка, но в разное время. Кто знает, каких ещё гостей из прошлого нам предстоит увидеть в будущем. Напишет, надеюсь, не гигантских летающих пауков, а то вымру я. Да, и не тернозавра Рекса, развившегося из курицы. Пакет нужен или так донесёте? Что ж, друзья мои дорогие, не забудьте ознакомиться с моими книжками. Идите в Читай Город или в Буквоед. Или в любой другой книжный магазин, или заказывайте их в интернете. Ссылки будут в описании под видео. Любите фантастику? Зацените, я думаю, вам понравится. Ну а если не понравится, ну блин, ну ладно, что поделать. Всё, ребятки, спасибо за просмотр. Всем удачи, успехов и пока-пока. До встречи в следующих роликах.